Сестер Хейзен Сестер Хейзен Ну, все мы слышали. Я его предупреждал. Это четвертое нарушение. И дает еще один шанс Енисею на то, чтобы завершить свою атаку. Молла Мастер Хейзен скалывается и пешочком заходит. Какая-то немыслимая ошибка защиты. В первом матче против пензенского Енисея первый тайм Химик завершил также со счетом 7-12. Это будет вторая желтая карточка. И он пойдет одевать. Ну, по первому нарушению. Девятый номер. Щербан быстро разыграл. Его захватывал. Не слышал. Я, честно говоря, свистка не слышал. Но это такие слабые оправдания. Ну, а у нас Эстер Хейзен за второй попыткой в матче пошел. И совершил ее. Эстер Хейзен однозначно пропустит Дюбиссон. И надо будет... И надо будет... Ну, а у нас здесь точно Месхи. Это уже не перепутаешь никогда его ни с кем. Мяч не забрал Абцаури. Дальше продолжает разговаривать с судьей. Ну, и смотрите. И второй перехват. Да что ж такое-то в этом матче? Енисеев вообще будет по странам посмотреть сегодня. Одинаковые две попытки. Если в первом случае это был Кураев, то сейчас это тринадцатый номер. Николай Семенов. Мы вчера с Алексеем Поповым, комментируя другие матчи, говорили. Первая линия Узко. За высокий захват еще одно преимущество. Узунов дальше на Макаренко. И тот добирается до зачетки и до своей второй попытки. Вот так вот Макаренко. Егор Алексеев еще есть такой. Помните, из славы перешел. Не может быстро достать этот мяч. А значит, это очередной штрафной. И сейчас похоже на желтую карточку будет, наверное, в очередной раз. Ну а сначала все может завершиться попыткой Енисея. Попыткой Енисея может это все завершиться. А может и не завершиться с другой стороны. Нет. Здесь Сирикидзе в защите. Нужно отходить по линии зачетки. Там с трудом поднимается кто-то из игроков Химика. А это попытка. Отличается второй тайм 31-17. Там первый тайм был 12-7. Тут тоже 12-7. Там было три желтых. И судьи, и игроки Химика. Как быть в этой ситуации? Месский бросил коридор. И имел на то полное право. Разгоняется атака Енисея. Кононов попадает под захват. Не успевает Химик здесь побороться за мяч. Но стоило 66 минут нам ждать, что Енисей разыграется. Для того, чтобы Эстер Хельзинг подкинул дальше на Пельцера. И тот свой дебют. Причем с замены. По сравнению с прошлым сезоном нам показывают совершенно отличную игру. А Маслов нам показывает, что он атака Енисея всех в этом раке. Здесь тоже мяч остается ущербанья. Все должны уйти в положение в игре. А Месский не хочет уходить без попытки. Но пока остается без этой попытки. На крае Чурашова. Еще дальше. И дубль, дубль оформляет наш приехавший из Италии африканец. Надо бить. Это уже Поликарпов подсказал. Потому что время истекало. А Маслов словно этого и ждал. Матч совершен. Матчевых матчей этого сезона наш соперник.